Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, не инди-легенды и забираем свои ежедневные награды. Так, за лигу мастеров, за лигу сёгунов. Интересно, где я сейчас нахожусь? Меня, наверное, сбросили. Очень, как говорится, низко. Давай заберем пак здесь. Что у нас там? Бакстер Муха, да? Точно. Так, здесь нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Давай зайдем к нашим бойцам, найдем нашего сплинтера, которого мы до сих пор стараемся прокачать. Так, и нужно нам вот таких вот 14 шляп с напитками. Крысиный король. Так, шляпа с напитками выпала. Еще одна, а нужно 14, да? То есть 2 уже есть, получается, 2. Нужно еще 12. Так, 11, предположим. 10. 9. Слушай, может быть успеем? Так, секундочку, 9, да? Эй, 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 эй. 8. И все, и поплыли. Начала выпадать нам тыква. Ага, вот все-таки есть. Ну давай еще одну последний раз и все. Все, тыква нам выпадает. И хоть ты тут тресни. Так, давай посмотрим. Нам еще 6, ой, 7 шляп нужно. Блин, и 17 наушников. Да, дофигища на самом деле. Так, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. Я думаю, что пока мы не будем этого делать. Хотя на Ваньку, наверное, хватит. Давай-ка глянем. Где у нас Ванек? Да, на Ваньку нам хватит. 74 уровень. Нам бы хотя бы до 75 его качнуть. Было бы уже неплохо. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас сегодня будет. В принципе, ребята, по испытаниям все кисло. Как ты видишь, у нас не откатились. Точнее, даже не открылись новые. Это будет в пятницу. Завтра. Городская война. Мы с тобой прошли ее полностью. Ну, а сцены насилия, как я тебе говорил, не хочу, ребята, их играть. Потому что это, во-первых, лишняя трата сыра. Да и те же самые черепашки, которые здесь выпадают, они все есть. Я лучше сыр потрачу вот сюда, вот если честно. Да, здесь будет, наверное, намного даже эффективнее. Поехали. Опа, видишь, шенигами сразу выпало. Так, интересно, стоит ли нам пытаться вот здесь получить кунаичи? Или лучше вот здесь? Давай-ка вот здесь, наверное, поролим маленько. Так, три золотых осколка. Опа-на, опять шенигами. Ну, разве это не круто? А кунаичи не хочет выпадать, ты прикинь? Кунаичи есть тут, но шанс маленький. Что же делать? Ну, давай, я рискну все-таки, ребят. Так, четыре доллара. Три золотых осколка. Сплинтер. Так, пятьдесят жетонов. Вот она, вот она, ребята, кунаичи. Так, сколько у нас еще сыра? Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Ну, можно вот здесь еще попробовать. Радарные маяки. Сорок жетонов. Семь серебряных осколков. Так, опять сорок жетонов. Алапекс. Камень-талик. И сорок жетонов. Все, ребят. Весь сыр я потратил. Но, я считаю, неплохо. Все-таки мы с тобой достали четыре ДНК на шенигами и два ДНК на кунаичи. Ну, а теперь можно спокойненько идти на турнирную арену. Лига сегонов. Две звезды у меня, как ты видишь. Поехали. Пятьдесят один откат. Ох ты, подожди секунду. Подожди секундочку. Зайду в магазин. Кое-что просто увидел. У нас с тобой восемьдесят две монеты. Кого мы будем теперь-то прокачивать? Вот какой меня вопрос интересует. Да что ты делаешь-то? У меня, ребята, есть предложение. Либо прокачиваем шенигами с тобой. Либо шредера. Давай. Ну, на шенигами не хватает. Давай, наверное. А, шредера тоже не смогу. Вот оно как. Ребят, напишите мне в комментариях, кого нам лучше начать дальше прокачивать, а? Эти все у нас с тобой в топе. Да что ты будешь делать? Вот у нас выбор с тобой. Шенигами, Лео Космос, Дони Космос, Майки Космос, Раф Космос. И классический шредер. Ну, а здесь, ребята, пока смотреть не на что. Потому что не хватает у нас жетонов. Так, ну что? Пойдем тогда на арену. Смотрим. Так, 17. Так, подожди. 15-20. 16-21. Это у нас Стефан. Ну что ж, давай возьмем Стефана. Ну, а почему бы и нет? Берем Стефана. Дальше. Уровень 61. Возьму сюда Армагона. И знаешь, что хочу попробовать? Ну, мини-буст, наверное, не получится. А хотя, кто его знает, а прикинь, получится. Давай проверим. Сейчас на Армагоне такая ответственность лежит за всю мою команду. Потому что, если он их не добьет, поверь мне, они тут всех разнесут. В хлам. Так что, проверяем. Аллилуйя. Армагон меня не подвел. А так бы, я тебе серьезно говорю. Они мне тут не ставили вообще никого, кроме Армагона. Всех бы разнесли. Ну что же, неплохо. Мы переходим с тобой в Лигу Сегунов. Три звездочки. Продолжаем наши поединки. Так, 16-21. Отлично. Возьму Джоша. Можно было Марка, конечно, взять. Ну, возьмем Джоша. Вот тут уже посерьезнее, ребята. Тут 65-66 уровень. И я думаю, что вряд ли здесь один Армагон справится. Я на всякий случай возьму подстраховку в виде Шархана. Хотя, если честно, Шархан здесь вряд ли сможет нам чем-то помочь. Если только добить. Так, посмотрим, как Армагон справится. Армагон просто великолепно справляется. Он всех, ребята, вырубает одним ударом. Даже Шархана не пришлось, как говорится, трогать. Ну, я его уже взял к себе в команду. Так что, отыграл он свою роль. Вхолостую. Как ты видишь, 78-я у меня позиция. Поехали далее. 16-21. Артем. Я знаю, что Карайка у нас имеет хорошую инициативу. Хотя у нее 59-й уровень. И я думаю, что Армагон все-таки опередит ее. И значит, мы с тобой здесь спокойненько сможем отыграть еще. Слабеньких наших персонажей. Хотелось бы, конечно, отыграть их всех. Может быть, за счет этого мы с тобой переведем сегодня на ранг мастера. Три звезды. Может быть, такое. Тем более, ты сам видишь, все удачно у нас получается. Как бы, я не вижу никаких причин нам мешать. Тем более, Армагон. Там еще Усаги. И там будет вообще великолепно все. Так, ну что. 64-я позиция. Как минимум 6 боев. Это для того, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Одна звезда. И после этого еще надо будет немножко позаморачиваться. Немножечко, да? Буквально чайная ложечка. Раз, два, три, четыре. Я просто уверен, что Армагон здесь вот этих вот 61 уровней всех завалит. Если бы здесь стояли бы, предположим, Донателло, да? И еще кто-нибудь. Типа Кирби. Возможно, я бы не стал бы здесь ничего дергаться. А так, я уверен, что он всех завалит. И он, в принципе, это делает. Он меня не подводит. Соответственно, не подводит и нашу команду. Так, ну что, давай. Мы сейчас где-то будем, наверное, 51-я позиция. Может быть, даже... Сейчас посмотрим. 50-я, окей. Так, почему-то мы с тобой зависли вот на 16-21. Почему мне... Вот. Окей. Джои. Ну, тут опасно. Тут уже Армагон, скорее всего, ребята. Ты видишь майки? У него большущая, огромная просто инициатива. Здесь, наверное, нам надо будет взять еще и Усаги. Ты спросишь, зачем? А я тебе скажу, ребята. Потому что, если сейчас... По-моему, Усаги все-таки переплевывает, да? Майки. А вот насчет Армагона я почему-то сомневаюсь. Ну, посмотрим сейчас, как все у нас тут пойдет. Так, крутит-вертит. Майки упал сразу же. Естественно, Хан тоже упадет. Ну, тут Армагон уже подключается, поэтому... Без шансов у них. А так бы, в любом случае, Хан упал бы. Потому что на нем висел постепенно урон. Даже если бы Армагон не стал делать вот этот удар волном. Так что все прекрасно. Двигаемся с тобой дальше. Какая у нас? Сороковая? Тридцать шестая. Вот даже как. Окей. Давайте-ка мне 16-22. Хорош уже тут дурковать. Не надо мне вот... Вот спец... А, вот. Было, 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 ребята. Арвин. Окей. Здесь у нас майки. Здесь вот... Здесь Донателло, ребята. Опять 25, потому что... И майки еще этот... Ну, я думаю, что справимся. Я думаю, что справимся. Армагон, если даже бомбанет, майки не устоит. Он не должен устоять. Ну, я не знаю, по инициативе он как. Сейчас посмотрим. Угу. Он нам уступает. Мы бьем. Оу. Рок, кстати, выжил. Но это мелочь, да? Ведь это мелочь, я надеюсь. На такие шипы попади, конечно, будет мелочь. Неприятная мелочь. Так, ну что, отлично идем с тобой. Продвигаемся дальше. Сегодня четверг, ребята. Как бы половина недели уже прошла. У меня остается один день. И выхожу на работу. Так что... Близится тот самый роковой момент. Так, давай дальше. 16.22, да? Опять же, Стефан. Ну, я нискулечко не возражаюсь. Стефан, давай, заходи. Будем, как говорится, разминать кости. Подожди-ка. Здесь нам понадобится, наверное, Донни. Я вот просто не могу вспомнить. Инициатива у этого майки. Фильм. Круче, чем вот у этого майки. У классики. Не могу сказать, не помню. Вот хоть убей. Сейчас, наверное, мы с тобой проверим. Раз, два, три. Я знаю, что если бы вот у нас был Шреддер, классика, прокачан по полной программе, это было бы круто. Он, кстати, очень неплохой баффер. Ну, проверяем. Ну, пока Армагон всех душит. Давит именно своим авторитетом, своей инициативой. То есть, против него здесь никто выступить вообще не может. И мы идем. То есть, до 70 уровня можно, в принципе, быть на расслабоне. Да? И ни о чем не волноваться. Блин, я думал, что мы перейдем сейчас с тобой. Нифига. Ладно, после этого боя мы обязательно перейдем с тобой в следующий ранг. Кто-то спрашивал из подписчиков Рэй, а что дает ранг вот эти вот звездочки. Ребята, объясняю вам, что прокачка персонажа идет до определенного уровня. То есть, например, на трех звездочках он прокачивается. Ну, я не помню точно, но скажем так. До 40 уровня. Чтобы его прокачать, например, до 60, тебе нужно 4 звездочки. Чтобы дальше нужно 5 звездочек и вот так далее. А чтобы прокачать полностью его до 100 уровня, по-моему, нужно именно быть в платиновом ранге. Могу, ребята, ошибиться. Как бы столько информации и все это уже давно пройдено. Вот, ну, я тебе просто как вкратце говорю, что звездочки, вот этот вот ранг, нужен для того, чтобы прокачивать своих персонажей даже дальше по уровню. Понимаешь, по уровню. И не только по уровню. Уровень ты прокачиваешь, соответственно, ты сможешь дальше прокачивать скиллы. Так, ну что у нас тут творится? Давай, Армагон, врубай свою шарманочку. Ага, майки. Получи. Вот здесь вот, кстати, для чего я и взял вот именно Арахзара. Чтобы была вот подстраховка. И она в данный момент очень хорошо сработала. Ну вот, наконец-то мы с тобой перебрались в Лигу Мастеров. Одна звездочка. Бойцов еще у нас много. Боев тоже много. Поэтому есть вероятность, что мы все-таки перейдем с тобой на Лигу Мастеров. Две звезды. Ты посмотри, сколько еще тут у нас героев. Так, а вот здесь смотри, опасность в чем заключается. Видишь, Донателло. Вот он. И Кирби как раз. Их не так-то легко будет подбить. Поэтому я возьму на всякий случай для подстраховки здесь зэка. Пускай он будет 80-го уровня. Слушай, ну он, по-моему, переплюнет даже Армагона по инициативе. Посмотрим. Да, смотри. Зэк у меня 80-го уровня, да? Армагон 100-го. И все равно зэк ходит первым. Несмотря на то, что по уровню он на 20 лейлов отстает от Армагона. Ну, здесь ему, конечно, уже все подвластно. Армагон здесь просто добивает и все. Потому что зэк очень хорошо бросил бомбочку и почти по четверти хп у всех противников отобрал. То есть Армагону ничего не стало, просто добить их и все. Безжалостно. Так, ну что? Ставим цель сегодня, да? Мастер 2 звезды. 3 звездочки, конечно, вряд ли у нас получится сегодня. Но кто его знает? Тут, как говорится, пути неисповеданные или неисповедимые, как там правильно говорится-то. Неисповедимые, скорее всего. Так, ну что у нас тут? Не дадут мне, да? 16-23. Не дают. Хорошо, я тогда возьму от Макса. Берем Максимку. 65-й. Вот этот Донателло, по-моему, не особо силен. Возьмем предателя Джастина. Почему я его называю предателем? Помнишь, в прошлом бою? В прошлой серии? Он на арене обделался. Он не смог сделать поставленную перед ним задачу. И моя команда проиграла. Ну, как проиграла? Там убили одного из персонажей. Соответственно, мы получили мало кубков, а я на него надеялся. Причем, ладно бы я его ставил где-то там против сильных противников. Нет, ребята. Я ставил, по-моему, на 20-30 уровней слабее его. И он не смог их наказать. Поэтому я его назвал предателем. Я сказал, что он теперь не будет выступать нигде один. Будет всегда под чьим-то прикрытием. Так, ну что, давай Вик... Нет, Виктора не будем. Там майки противные. Так, Джеймс. Ну, Джеймса возьмем. Возвращаем Армагеддона. И возьмем Лео здесь. Хотя, зачем тут Лео? Лео тут не нужен вообще, ребят. Мне просто интересно. Мы с тобой сможем справиться против Донателла. Ну, даже если он выживет, предположим, да? Я думаю, ничего страшного. Никого он здесь подбить у меня не сможет. Логично? Логично. Так, лишь бы Армагоша не подвел. Красота. Он просто всех валит валуном. Да, я, возможно, ребята, не сомневаюсь. Кому интересно смотреть, как Армагон одним валуном валит всю команду. Но у меня в приоритетах, на самом деле, не какая-то там красивая битва, а быстрая битва к моей цели. То есть, мы с тобой поставили цель сегодня добраться до Лиги Мастеров Две Звезды. Как нам это сделать? Нам сделать это можно только в одном случае. Если мы с тобой берем топового персонажа, к нему ставим слабых наших персонажей и за счет сильного проводим слабых. Получаем, соответственно, нужное количество кубков и за счет этого в Лиге повышаемся. Если я сейчас буду, скажем так, драться на равных. Во-первых, еще не вариант, что у нас никого не завалят, да? Во-вторых, если завалят, у нас с тобой будет мало кубков, соответственно, мы будем с тобой топтаться на месте. И все эти, оу-воу-воу-воу, и все наши шансы и попытки, ребят, полетят к чертовой бабушке на куличке. По-моему, сейчас мы тут с собой... Угу. Видишь, вот здесь вот Армагоша. Блин, а я сам виноват, ребят. Знаешь, почему? Ох, е-мое. Знаешь, почему я виноват здесь? Потому что я говорил, что Армагон может справляться только до 70-го уровня. А у нас здесь уже 71-й, 72-й. Поэтому я просто заговорился, ребят, и вспышку вот эту вот пропустил. Да. Это не вина Армагона, это вина чисто моя уже. Потому что до 70-го уровня, я сказал, он может всех бобить без проблем. Что уже идет выше, нужно через подстраховку. Все. Сам сказал и сам забыл. Так, у нас тут Елена. Давай возьмем Елену тогда. Блин, что-то у меня как-то мало бойцов. Ну, давай возьмем Леонарда. Потому что он уже все, ребята. Он сам не будет здесь справляться. Нужно обязательно брать кого-то второго из топчика тоже. Ну, давай посмотрим. Даже здесь Армагон все равно переплевывает Леонарда по инициативе. То есть он ходит первым. Ну, а Леону ничего не остается, как просто добить их всех. Да, ребят, спасибо вам, кстати, за поправку под моим видосом в комментариях. Что, да, действительно, первый платиновый персонаж это был у меня Рафаэль. А я заговорился и сказал, что Леонарда, да? Леонарда, извините, давно не этот, не первый, как говорится, самый. Да, мы прокачивали Рафаэля, потому что у нас Рафаэль тогда был живым щитом. И мы проходили, да, за счет него все вот эти испытания. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой обновим здесь. Вот, это у нас Александр. Давай, оберем. Так, ну здесь я возьму, наверное, еще Усаги, ко всему прочему. Сколько еще бойцов? Ёлки-палки. А что так много-то? Ну тут однозначно мы с тобой попадем уже, получается, в Лигу Сюгонов две звезды. И до конца недели мы, естественно, с тобой попадем в топчик. И завтра уже нам надо будет пройти испытание Усаги. Набить себе снаряжение. Осколок, да? Для того, чтобы уже все-таки прокачать ее, мое, первый массовый скилл до седьмой ступени. Понимаешь? Это вот как бы топ. Топ-1 у меня сейчас вот в данный момент. Ну сколько нам еще тут бомбить? Так, 20-й ранг, да? 20-е место мы получаем. Дайте мне, пожалуйста... Вот, было. Отлично. Ахтаб. Против нас. Да, очень еще много бойцов, ребята. Возможно, даже мы приблизимся. К лиге мастеров три звезды, скорее всего. Но это и круто будет. Почему бы и нет? Что, мы не заслужили, что ли, да? Тем более, вчера я не играл. То есть, минус день. Так, окей. Видишь, с этими ребятами мы уже не можем справиться в одиночку, поэтому нам нужно именно два топовых бойца. А когда будет 79-й уровень у противников, тут уже даже надо будет иногда и третьего подсылать. Значит, зависит от того, кто там будет. Какие именно ребята. Так, ну что, еще один бой и лига мастеров две звезды будет у нас в кармане. Так, Джей. Тут у нас идет Джей. Вот, кстати, вот такие эксперименты тоже плохо. Особенно, когда ты видишь в команде вот такого Микеланджело. Если он сейчас не упадет, это может быть чревато. Но он упадет. Дальше добиваем. Потому что там уже идет какой расклад. Массовой атаки у него нет, да? Но он может неплохо нахлобучить с вертушки. Например, тому же Монда Гекко. Или же сделать еще хуже. Поставить уклонение. И мы будем с тобой топтаться на месте, пытаясь пробить или попасть, так сказать, по нашему противнику. А он будет нас потихоньку разбирать. Поэтому вот почему я Майке этого... Против него я не хочу драться. Так, здесь мы, наверное, давай, наверное, возьмем Леонарда. Все, бойцы мои потихонечку-потихонечку убывают. Нам еще, ну, сколько где-то примерно боев пять. Максимум мы с обоссирим. Ну, до портишка дойдем. Это уже будет хорошо, на самом деле. Да? Ну, я имею в виду до 50-го места ранга. Это будет отлично для нас. Ну, не тут-то было, да? Захотел уничтожить. На! Да, Леонарда в любой своей форме. Он везде силен. Силен и крепок. Поэтому, как бы... Переживать лишний раз даже не стоит. Так, какое место? Это 83-е. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. Кто там? Александро. Не Александр, а Александро. Вот так вот. Раз, два, три. Сегодня, ребята, вышло у нас новое обновление к игре Феникс. Ну, кто не знает, на втором канале мы ее проходили в свое время, да? Возвращение Феникса. Но пока, я не знаю, ребята, пока я не пройду Дэд Эйдж и... Мальчик-монстр, наверное, пока не буду даже трогать. Плюс еще там три дополнения вышло к Армии Зомби 4. Тоже никак не могу к ней вернуться. Элементарно не хватает времени, друзья. Так, ну что, идеальные победы. Давай двигаться дальше. Буквально вот уже еще немножечко, и мы добежим до полтинника. Так, какой? 70... Ага, 70-е. Ну что, получается где-то два боя, да, надо? Надо два боя сделать. Чин. Чин-чин. Так, берем это. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть еще четыре боя, друзья. Не считая вот этого. Да, мы с тобой не то, чтобы к полтинни... Ну, на 50-е место рванем. Мы с тобой даже можем взять 20-е, а может быть даже приблизиться к 3-м звездам. Ну, сейчас посмотрим, как у нас тут получится все. Проигрывать, естественно, я не собираюсь. Так что 100% будут кубки у нас все собраты. Давай смотреть. Так, 60-е, да, сейчас будет место? Даже 55-е. Уже на полтиннике мы с тобой остались. Так, Стефан. Берем его. Так, Лео, Армагон, Ваткат. Раз, два, три. Тут, кстати, уже все. Можно никого не брать из топа. И все будет хорошо. Тут уже противники такие. Точнее, не противники, а мои персонажи уже довольно сильные. И смогут сами за себя постоять. Так, майки хиляет. Ага. Но недостаточно хорошо, да, получается? Хоба. Твою же налево. Ну-ка, край. Нормально. Своими кунаями она все-таки смогла их уничтожить. Ванька. Ванька там обалдел просто, да? Видел? Шары свои выкатил. Ну что? 40 какая там у нас? 42-я? 46-я. Так, Джавиен. Такое ощущение, что мы как будто с французами играем, да? Джавиен. Гоемплен. Так далее. Ладно, поехали. Аквой взял-то. А, Лео. Лео Ярмагона. Все, понял. Влупляем. Так, Баксер сразу отдуплился, да? Ну и, соответственно, здесь тоже все остальные отдупляются. Ну что, получается у нас, по-моему, сейчас последний поединок. Последний поединок. Место мы какое-то мы займем. 30-е, да? Блин, я аж язык прикусил себе. 30-е. Ксавьер, блин, да что ж ты будешь-то делать? Завьеры, Ксавьеры. Хотя нет. Нет, ребята, еще бойцов. Раз, два, три. А вот, вот. Последний. Как раз мы с тобой уложились и отыграем полностью всех. Отлично. Так, ну что, Армагон, давай. А, майки первые ходят. Ну, понятно. Ходит первые майки. Дальше идет Армагон. Он бросает свой супер валун. Всех вырвел. Рок, кстати, только тут остался. Но мы его ушатали. Да, ребята. Ну что, это был у нас с тобой проходной такой видосик. Который был чисто для того, чтобы мы с тобой бустанулись маленько. Подтянулись. Да, в мастера три звезды не попали. Но мы очень-очень рядом. 22 отката у нас с тобой остаются на следующую серию. Плюс 10 я еще заработаю. 32. Этого будет достаточно, чтобы попасть на первое место. Быть в топе, да? И чтобы мы с тобой спокойненько завтра получали жетоны. Не жетоны. Я бы даже сказал, как они называются-то. Чтобы быть точным. Сейчас скажу тебе. О, подождите, подождите, подождите. Что? А, я уже накопил. Погоди-ка. Блин. Прикинь, мне не хватает снаряжения духа. А, тут еще. Ну, кукла Дарума фиксим. Я их... Насобирайте, кукла Дарума. Ё-моё. Мы насобирались с тобой, прикинь. Так, а на Леонардо тоже не хватит. Ну-ка, посмотрим. Блин, не хватает, прикинь. Ребята, как думаете, кому прокачать первый скилл на седьмую ступень из массовиков? Лео, Армагон, Усаги или Баксер? Или Супершредеру? Правда, тут еще, видишь, надо будет некоторые элементики поднакопить. Слушай, напиши, мне будет интересно узнать твое мнение. А то у меня прям аж соблазны того и того, а ты сам понимаешь, что не получится. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.